Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Можно, да, поменять, конечно, но задача не в подключении, еще раз говорю, а вот именно, чтобы удержать клиента, чтобы он был твоим абонентом на протяжении долгого времени. Это и полезно, как и людям, да, абонентам, пользователям сети интернета и телевидения, но так и провайдеру, потому что долгосрочные отношения, они более выгодны и тем и другим. Компания Vidicon никогда не стремилась к такому черному пиару, к такому не совсем честному маркетингу. Все наши тарифы, которые у нас указаны и на сайте, и на всех других носителях, они всегда являются актуальными и не меняются со временем. То есть клиент получает именно ту услугу именно за те деньги по тому предложению, которое он увидел, с которым он ознакомился. Ну, считаю, что это более правильно и больше вызывает лояльности у наших клиентов. И, ну, не так обидно иногда бывает, да, что подключаешь одно по одной цене, а получаешь в итоге совсем другое. Ну, естественно. Некоторые провайдеры именно этим и грешат, и мы зачастую наблюдаем за этим и не хотим идти по такому пути. Отлично. Ну, вот еще такой важный момент – это качество предоставляемых услуг, да? То есть я хочу, чтобы у меня был хороший интернет, чтобы меня хорошо показывал телевизор, чтобы у меня не менялись там постоянно каналы, например, да, местами. Ну, много всего бывает, когда вот мы выбираем оператор связи. В Vidicon как с этим дела обстоят? Ну, смотрите, телевидение – такой же живой инструмент, который меняется по различными факторами, да, и экономических каких-то факторов, аспектов. Вот. Телевидение живет своей жизнью. В России, наверное, больше 500 каналов, которые можно транслировать, да, в сети кабельного вещания. Вот. Тут важно отобрать именно то, что интересно людям, да, чтобы им было из чего выбрать, вот, подобрать каналы по интересам. Вот. Естественно, мы делаем такую выборку, в нашей сети транслируется более 100 каналов, но ничто не вечно, не вечно, каналы меняются, да, это нормальный порядок вещей, да, когда какие-то каналы приходят, какие-то каналы уходят, есть некоторые каналы, которые закрываются, есть каналы, которые проводят ребрендинг, вот, и эти изменения, они неизбежны. То есть мы просто стараемся их как бы свести к минимуму, чтобы не раздражать, скажем так, наших абонентов, вот, такой смен, частый сменный канал, который, как правило, от нас и не зависит. А есть ли какая-то сезонность у кабельных операторов, и вот, если есть, да, то готовы к сезону? Безусловно, сезонность есть, сейчас завершается, да, почти уже, наверное, завершился сезон отпусков, начался учебный год. Все вернулись из деревень, дачи, отдыха, и сейчас, конечно, очень актуально стоит вопрос о качестве предоставления услуг телевидения, интернета. Мы подготовили сезон, у нас вот прям буквально за несколько дней заканчиваются такие глобальные работы по модернизации нашей сети. Мы обновили и центральное ядро нашей сети по интернету, ввели в строй новое оборудование. Все эти работы направлены на улучшение качества услуг, на повышение пропускной способности сети. Вот, и, естественно, эти изменения, они как бы направлены на то, чтобы наши клиенты получали услуги на новом, хорошем, высоком уровне. Саша, ну мы вот не первый раз встречаемся в этой студии, да, и я помню, что каждый раз вы рассказываете о том, что компания Ведикон проводит какие-то замечательные акции. Вот, например, весной собирали скворечники для птиц с детишками в парке, да. Вот, может быть, что-то еще интересное планируется в ближайшем будущем? Хорошо, что спросили. У нас как раз стартует очень интересный проект, которым компания Ведикон проводит вместе с телеканалом ТВ-1000 «Русское кино». Проект называется «Неделя российского кино». Он будет проходить с 9 по 15 сентября этого года в кинотеатре «5 звезд» и «5 мол». И там на протяжении недели мы будем показывать интересные российские фильмы последних лет, то есть это новинки, специально отобранные, хорошие фильмы, которые можно будет посмотреть бесплатно. Вот, всех приглашаем на это мероприятие в 19.00 каждый день будем показывать фильмы. Этот проект у нас в первую очередь направлен на то, чтобы популяризировать, да, российское кино, доказать зрителям, да, что в России умеют снимать хорошие, интересные фильмы. Тем более 2016 год официально признан в России годом российского кино, и мы поддержали эту инициативу, вот, и приглашаем всех в кино. А я так понимаю, фильмы будут какие-то именитые, да, и как вот один день, один фильм? Один день, один фильм, да, причем гости нашего мероприятия не только смогут посмотреть интересные и хорошие фильмы, но и пообщаться с их создателями. На открытие планируется посещение, ну, приедут режиссеры, актеры, которые будут представлять фильмы перед показом. Еще раз напомните, 9 сентября. С 9 по 15 сентября в 19.00 каждый день в кинотеатре «5 звезд» и «5 мол». Ну что ж, я думаю, это очень интересно, и обязательно нужно сходить, в общем-то, телезрителям, тоже советую это сделать. Ну, еще последний, наверное, вопрос. Планы развития какие-то имеются? Ну, естественно. Высоты новые покорять? Да, конечно. У нас, как я уже сказал, что сеть не стоит на месте, постоянно развивается, постоянно подключаются какие-то новые дома. В плане развития услуг телевидения мы вот буквально недавно добавили в свой базовый пакет, то есть это базовый пакет, который подключен практически у всех наших абонентов. Мы включили в него бесплатно еще несколько таких интересных фильмовых каналов, которые наши абоненты очень просили. И будем пополнять эту сетку вещаний без повышения, наверное, цены. И приятно отметить, что наша тоже активная услуга – это по доступу в сеть интернет, тоже развивается, и об этом говорят наши рейтинги в некоторых интернет-сервисах, где мы стоим на первом месте. Ну что ж, отлично. Спасибо, Александр, огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Александр Осин, начальник отдела продажа ЗАО «Видиконка». Это программа «Городские встречи». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин